Валерий Седов Заработала онлайн карта подтоплений. Об этом рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале. Глава региона сообщил, что по опыту прошлого года вместе с ЦУРом запущен такой сервис. Подробнее о сервисе и ходе половодия расскажем далее. Карта подтопления выглядит так. Оранжевым здесь выделены подтопленные территории, синими подтопленные мосты с объездными путями, красным без объездных путей. Данные обновляются ежедневно по информации от МЧС. В информации к карте написано, что она поможет жителям региона следить за ходом половодия, планировать маршруты проезда и действия в случае прогноза подтопления. Данные на карте обновляются ежедневно. Синоптики прогнозируют один из самых обильных паводков с начала нулевых. Причин три. Большое количество снега, его плотность и погодные условия. Резкое потепление в апреле. От прогнозов к фактам. С декабря по февраль действительно осадков выпало в полтора раза выше нормы. Почитали в региональных СМИ. Снежный покров местами достигал 90 сантиметров. Быстрый приход весны ускорил разливы рек. По дням. 25 марта уровень воды в Оке 33 сантиметра выше нулевой отметки. 26-го 50. 29 числа уже 129. 2 апреля немногим выше 4 метров. То есть рост за неделю больше 4 метров. Ожидается, что своего максимума вода в Оке достигнет во второй декаде апреля. В прошлом году, например, уровень воды достиг 590 сантиметров. Тогда под водой оказался лесопарк, а частично торговый городок. Прогнозы этого года 650 сантиметров. Согласно им, паводок может подтопить 28 населенных пунктов Рязанской области. В Рязанском районе это традиционно Заокское и Коростово. Здесь используется пассажирский транспортер ПТС-ПС, а также грузовики повышенной проходимости. А в Шумыши по расписанию ходит плавающий транспортер. Используется он и в экстренных случаях. Так, сегодня потребовалось эвакуировать маленькую девочку. Ей срочно потребовалась госпитализация. На берегу уже дежурила машина скорой помощи. Она оперативно доставила ребенка в больницу. По словам губернатора, пик половодия еще впереди. Ситуация постоянно контролируется. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС области находятся в состоянии постоянной готовности. Годовая инфляция в регионе 7 с небольшим процента. В феврале против 6,6 в январе. То есть заметен рост хоть и меньше полупроцента. Рост цен в регионе усилился. Причина – увеличение издержек производителей и поставщиков, а также высокого потребительского спроса на отдельные товары и услуги. Прирост цен на продовольственные товары в феврале увеличился 8,4% против 7,95 январских. Причина простая. Высокий внутренний спрос, который превышает возможности расширения производства товаров и услуг. Плюс увеличение издержек производителей и поставщиков. Рыба и морепродукты подорожали из-за роста транспортных расходов. Кофе, который до этого дешевел, теперь вырос цене. Причина – на мировом рынке снизилось предложение. В странах-экспортерах был неурожай. Нередко продавцы закладывают свои издержки в стоимость товаров или услуг, когда понимают, что потребители все равно это купят. При повышенном спросе объем продаж не падает, хотя цены и растут, а производство или импорт остаются на прежнем уровне. Эта разница и уходит в цену. В феврале так произошло, например, со смартфонами. В прошлом году из-за сдержанного спроса их стоимость снижалась, а в этом году покупатели активно приобретали технику и рост цен на нее ускорился. На услуги цены тоже выросли, правда, куда меньше других показателей. 5,09 февральских против 5,01 в январе. Например, цены на стрижки, как мужские, так и женские, выросли из-за роста издержек на расходные материалы. В целом из-за нехватки персонала увеличились расходы на оплату труда. В результате цены на медицинские услуги, в частности, консультации, лечение и протезирование зубов, выросли в годовом выражении больше, чем в январе. Чтобы снизить инфляцию и защитить доходы и сбережения граждан, Банк России сохраняет высокую ключевую ставку. Это основной инструмент регулятора, влияющий на ставки банских депозитов и кредитов. При повышении ставок вклады становятся выгоднее, и люди предпочитают больше сберегать и меньше тратить. В результате спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен. На последнем заседании Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. С 2024 года страховая пенсия по старости может быть назначена в автоматическом режиме. Напомним, выйти на страховую пенсию по старости в этом году могут мужчины, которым исполняется 63 года, и женщины 1966 года рождения, которым 58 лет. С начала года больше 2000 рязанцев оформили пенсию по старости в автоматическом режиме. Все благодаря порталу Госуслуг. При этом никаких дополнительных действий и подтверждающих документов не нужно. Все это стало возможным благодаря информационной системе соцфонда. В ней учитываются все ключевые сведения. Для назначения в пенсии в таком режиме необходимо, чтобы на лицевом счете гражданина были учтены периоды трудовой деятельности, информация о стаже, а также о накопленных пенсионных коэффициентах, которые напрямую влияют на размер будущей пенсии. Все эти данные можно посмотреть и самому. Например, на тех же госуслугах можно запросить сведения о трудовой деятельности или обратиться лично в клиентскую службу отделения соцфонда по Рязанской области. В этом случае можно получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета. Если на индивидуальном лицевом счете учтены не все периоды трудовой деятельности, можно обратиться в социальный фонд с заявлением о корректировке сведений индивидуального лицевого счета. Подать такое заявление можно лично в клиентской службе социального фонда или через портал государственных услуг. При этом нужно будет предоставить документы, которые подтвердят и заработок за пропущенный период, и стаж. Если все верно, то пенсия может быть рассчитана без дополнительных документов. Напомним, в этом году на страховую пенсию по старости могут рассчитывать женщины, достигшие возраста 58 лет, и мужчины, которым исполняется 63 года. Обязательных условий 2. 15 лет страхового стажа и 28,2 пенсионного коэффициента. Спонсор программы «День города» – выставка продажа икра и рыбы «Камчатская». Морепродукты с Дальнего Востока можно купить прямо в Рязани. 2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. К этой дате в Рязанской библиотеке имени Горького состоялось закрытие ежегодного межрегионального фестиваля «Подснежник». Как прошло мероприятие, расскажем далее. Узнав, что у ребенка аутизм, вы можете испугаться. Не доумевать. Дать свою оценку. Проявить сочувствие. Вы можете дать совет. Еще совет. Вы можете уточнить. Это из-за экологии, да. И даже рестанция. Я бы так не смогла. В конце концов, вы можете пересесть за другой столик. Но самое простое и нужно это сказать. Узнаем об этом больше. Просветительские, образовательные, дискуссионные, досуговые и культурные мероприятия. Фестиваль «Подснежник» уже восьмой раз открывает свои двери всем, кто неравнодушен к проблемам людей с особыми потребностями. Есть немало возвышенных строк, а подснежники в белых одеждах не напрасно считают цветок добрым символом веры, надежды. Подснежник. Так нежно и красиво называется наш фестиваль, который мы сегодня завершаем. Высококвалифицированные специалисты практики, родители и все заинтересованные люди из Рязани, Рязанской области и других регионов обменивались опытом, повышали свой уровень компетенции для того, чтобы эффективнее помогать особенным людям в их развитии. Аутизм – это постоянное нарушение в развитии нервной системы. Люди с этой особенностью отличаются спецификой социального взаимодействия, нестандартными способами обучения и обработки информации. Много встреч, много видеоконференций, много результатов тех переговоров, которые мы провели. И очень здорово, что и нас слышат, и мы слышим, что это идет живой диалог между родителями, чиновниками, специалистами. И из года в год мы меняем и концепцию фестиваля, и те уровни достижений, которые у нас есть. Фестиваль стартовал 2 марта и завершился 2 апреля. Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. В 2024 году центральной темой мероприятия стало обсуждение региональных перспектив освещения проблемы. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» снова в Рязани. Работает она у торгового центра «Премьер» специально для того, чтобы рязанцы могли попробовать деликатесы с Дальнего Востока. Вкусные и свежие морепродукты – залог здоровья. Витамины, жирные кислоты, йод, который, кстати, в нашем регионе в дефиците. В этих кусочках содержится все необходимое, чтобы ваше самочувствие было на высоте круглый год. К тому же есть рыбку и икру можно хоть каждый день, диетологи советуют. Высокая жирность в данном случае не противопоказания, ведь жиры в красной морской рыбе полезные, и показатели белков такие, что не придется думать, как добрать суточную норму. Поэтому включить в ежедневный рацион морепродукты рекомендация буквально для всех. Вот только найти качественную продукцию вдали от побережья крайне сложно. Но этот вопрос у рязанцев решен. Выставка продажа икра и рыбы Камчатская удовлетворяет спрос на качественную, свежую и вкусную рыбу. Расскажите, любите вообще рыбу красную? Любим, конечно. Очень любим, очень любим. Поэтому и приехали сюда за красной рыбкой. Много витаминов. И полезный очень витамин Д, наверное, да? Вот поэтому мы и берем. На выставке продажи представлен широкий ассортимент рыбных деликатесов. Чивычи, белорыбица, палтус, тунец, нерка. Организаторы выставки пояснили нам, что только особый традиционный способ приготовления рыбы и икры гарантирует качество и свежесть всех представленных на выставке продуктов. А значит, невероятный вкус и пользу. Вот почему рязанские ценители морских деликатесов ждут именно эту выставку и раз за разом возвращаются именно сюда. Я решила побаловать себя, как всегда. Икра – это само собой. И вообще рыба сейчас великий пост. Мяса вроде как нет, а рыба спасает. И вообще бутербродики всякие я люблю. Здесь же можно купить красную икру. Вкусную, свежую, на развес. Все морепродукты перед покупкой можно продегустировать, чтобы оценить вкус и качество. Покупатели полюбившейся выставки продажи икра и рыбы Камчатска могут быть спокойны. Рыбки хватит на всех. Выставка продлится до 6 апреля включительно УТЦ «Премьер». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все производителя. С 1 по 6 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова